Договоры о сотрудничестве с одесскими вузами были подписаны сегодня в рамках образовательной выставки 10 высших учебных заведений китайской провинции Цяньзи. Среди заведений, с которыми заинтересованы сотрудничать в Китае, Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. В этих вузах сложились давние культурные и образовательные связи с Китаем. В мае этого года был подписан договор о сотрудничестве между Юракадемией и Издательским альянсом Народного университета Китая. Наши студенты будут выезжать в Китай, изучать некоторые предметы на китайском языке, а студенты из Китая приедут в наше высшее учебное заведение здесь в Одессе. Я думаю, что не случайно, что китайская сторона выбрала город Одессу. Город Одесса межнациональный такой город, 123 национальности и тут очень сильная китайская диаспора и многие высшие учебные заведения уже имеют контакты с китайскими вузами. Десятки вузов сегодня подписали прямые договора между высшими учебными заведениями. Это хорошо и я думаю, это направление позволит нам укрепить отношения между Китаем и Украиной. Сегодня в МГУ около 150 студентов изучают китайский язык. На первом курсе факультета лингвистики и перевода есть три китайские группы. Преподают язык Поднебесный его носители. Ежегодно студенты университета участвуют в соревнованиях «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Студентка Елизавета Рубан заняла первое место в этом конкурсе и представляла Украину в Китае. Сейчас она учится в Университете Шанхая. Президент МГУ еще 8 лет назад установил дружеские отношения с китайскими университетами. Уже порядка 8 лет у нас работает китайское отделение, где наши студенты изучают китайский и английский языки. Они не просто их изучают, а с перспективой трудоустройства и прохождения практики в Китайской Народной Республике. Мне бы хотелось отметить, что в 2016 году студентка МГУ выиграла конкурс на знание китайского языка. Это говорит о том, что преподаватели и студенты очень серьезно к этому относятся. Китайская сторона высоко оценивает потенциал сотрудничества между одесскими вузами и университетами провинции Цяньзи. Более эффективное взаимодействие – задача на ближайшее будущее. Эта сегодняшняя экскурсия по юридической академии нам очень понравилась. Это показывает, что, как же наш уважаемый президент господин Куваров сказал, истинные косоприемности. Таким образом приветствовать китайских партнеров. И я уверена, что нынешняя экскурсия и нынешняя сегодняшняя выставка дают новый импульс для дальнейшего укрепления, расширения сотрудничества в образе образования. После образовательной выставки китайская делегация побывала в Одесской юрокадемии и Международном гуманитарном университете. Сотрудники сферы образования Китая ознакомились с материально-технической базой вузов, которые занимают лидирующие позиции по многим показателям в Украине. У нас были и генеральный прокурор Китайской народной республики, и заместители генерального прокурора, и представители. А сегодня, что нам еще ближе, это все-таки делегация из высших учебных заведений, передовых высших учебных заведений Китая. Делегация из провинции Цянзи побывала в стоматологической клинике МГУ. Представители вузов, которые подписали соглашение с юрокадемией и Международным гуманитарным университетом, выразили уверенность в успешном сотрудничестве. Субтитры создавал DimaTorzok